Наступал третий урок, любимейший час Баха, кульминацией дня, чтения. Он передавал ученице привезенную с собой книгу, как у них и повелось, просовывая под ширму. И Клара читала, медленно, по слогам, тихим детским голосом. В ее невинных устах баллады Гёта и Шиллера приобретали странное звучание. Ангельская интонация, с которой прочитывались пылкие любовные строки, удивительным образом придавала им оттенок порочности, а неизменная ласковость при описании даже самых страшных эпизодов многократно усиливала их суббочный смысл. Бах слушал строфы, знакомые с юности, и по телу его пробегала морозная дрожь. Таким выразительным неожиданно оказывалось в Кларе на прочтение. Он поправлял ее произношение, для виды бормотал какую-то дровоучительную чепуху, но сам желал лишь одного, чтобы Клара читала дальше. И она читала трагические немецкие баллады, выросшие из жестоких сказок и мрачных легенд. Рыбаки тонули в волнах, привлеченные сладостными голосами морских дев. Короли падали замерто на веселых пирах. Мертвые невесты приходили разделить ложи с живыми еще женихами и пили их кровь. Иногда же удивительный Кларин голос действовал на смыслы противоположным образом. Очевидная безысходность, которой были напоены строки, растворялась в нежных интонациях, уступая место надежде. Тихий голос Клара скоро наполнил жизнь Баха, как воздух наполняет полый сосуд. С этим голосом он здоровался по утрам, просыпаясь. Этот голос, звучащий внутри Баха, едва различимо, заглушал привычные утренние многоголосья. И рев скота, и петушиные крики, и песни горластых над натальских хозяек, и даже гулкий звон пришкольного колокола. Этот голос иногда мерещился перед отходом ко сну, откуда-то из-за закрытого окна. И Бах, проклиная свое дурное воображение и ни на что не надеясь, тем не менее выскакивал на улицу полуодетый, озирался заполошно, затем тащился обратно, скорее спать, чтобы приблизить завтрашний день. Сны Баха, ранее представлявшие собой живые картины, превратились теперь в устные рассказы. Все многочисленные образы слились, единственный знакомый голос. Бах не смотрел, а слушал с ним. Слушал с радостью, если голос был спокойный и нежен, с тревогой, если голос подрагивал от волнения, а иногда, ой, иногда этот голос звучал чуть ниже обычного, в нем проскатывала легкая хрипотца и какая-то незнакомая, утомленная интонация. В такие минуты Бах скативал с постели, задохнувшись от непонятного испуга со взмокшими висками. Заснуть потом не получалось уже до утра. Он часто размышлял, что случилось бы, упадя однажды разделяющей их скларой ширма, сама по себе, от нечаянного сквозняка, например. Представлял в мельчайших подробностях, как стонет открываемая кем-то входная дверь. Порывом ветра распахивает окно, и оно хлопает громко, аж стекло дребезжит. А ширма, скрипнув коротко, парусами надуваются полотняные створки, падает озень с грохотом. Что сделал бы в это мгновение он, Якоб Иванович Бах? Зажмурился бы, вот что. Закрыл бы глаза руками плотно, уткнулся лицом в колени и сидел так, пока старуха Тильда не поставит загородку обратно и не хлопнет его по плечу. Все, поднимайся, можно смотреть. Бах не хотел, больше того, боялся, что ширма упадет. Он боялся увидеть Кларина лицо. Нет, поначалу он желал этого, желал страстно, долго пытался вообразить ее черты. Лежа перед сном, перебирал варианты. Девушка могла оказаться красавицей, простушкой, а то и вовсе дурнушкой. Он, конечно, предпочел бы милое невзрачное лицо, без явных признаков красоты. Пухлое или бледно-сухощавое, курносое или рябое, почти безбровое, а чересчур светлых волос, или со смуглой цыганской кожей. Потом вдруг испугался, что Клара урод. С дыркой вместо носа, или скошенным лбом. Или калека, с обожженным при пожаре телом, отнятой рукой или ногой. Слепая, хромая или кривоногая, сухоручка, горбунья, карлица. Хуже этого могла быть только безупречная, ослепительная красота. Подобные мысли были мучительны и так истерзали душу Баха, что он запретил себе фантазировать о внешности ученицы. Ему вполне хватал ее чарующего голоса. Мудр! Ох, как мудр был Уду Гримм! Воздвигнув между ними спасительную стену. И все же, самая отчаянная часть души Баха стремилась узнать о Кларе больше, вопреки собственному разумному запрету. Как и в день знакомства, он выглядывал в щели под ширмой кончики Клариных пальцев, передавая книгу для чтения или бумагу для диктанта. Иногда замечал полукружие розовых ногтей. Это смущало его необычайно. Иногда, в ясный вечер, закатное солнце простреливало комнату лучами. На полотнище ширмы, как на экране, раступало размытое серое пятно. Кларина тень. А изредка, и эти моменты особенно запоминались, увлеченные разговорами или рассуждениями Клара, вставала и вышагивала вдоль ширмы. Три шага в одну сторону, три в другую. Полотняные створки при этом чуть заметно колыхались. Бах поворачивал лицо на звук шагов и вдыхал, глубоко и бесшумно. Казалось, ноздри чувствуют легкий аромат девического тела. Это было нехорошо, стыдно, ругал себя, обещал прекратить, но от чего-то не прекращал. Продолжение следует... Продолжение следует...